Привет, друзья, я Григорий Герман. О сложных взаимоотношениях Украины и Запада. О той эволюции, которую эти взаимоотношения проходят прямо сейчас. Вот в эти часы, в эти дни и в эти месяцы. А также о том, какую эволюцию претерпевает Российская Федерация, наш враг. К чему может привести Россию стремление Путина бесконечно продолжать войну, но аккуратненько. Обо всем этом мы поговорили с Игорем Чаленко. Оставайтесь, будет интересно. А начну с вопроса, я даже не знаю, он, наверное, больше философский и всеобъемлющий, чем какой-то конкретный. Все два с половиной года войны, полномасштабной войны, до этого восемь лет войны не полномасштабной, а войны гибридной. У зрителя, который наблюдает за всем этим, особенно Украине, периодично возникает ощущение, да что же, собственно говоря, происходит. Ну вот какого дьявола западный мир не дает нам возможности покончить с войной в Украине? После начала полномасштабки этот вопрос возникает регулярно. Когда мы просим закрыть небо, когда мы просим артиллерию, когда мы просим танки, теперь мы просим F-16, мы просили, теперь мы просим разрешить нам бить этим оружием. Почему так происходит? Почему они не дают нам возможности реально покончить с войной в Украине? Знаете, на самом деле Запад бы давно покончил с войной в Украине, но с неудовлетворительным для нас результатом. То есть гораздо легче закончить войну национальными интересами и за счет интересов страны жертв. То есть агрессор будет удовлетворен и отношения с Западом восставлены. Но на самом деле, благодаря именно нашей проактивности и тому, что украинцы не согласны, просто не согласны с позицией кремлевской власти, соответственно, Западу пришлось менять свою политику. Я говорю сейчас не о политике, а там «deep concern», когда они выражают свое неудовлетворение и беспокойство тем, что происходит, а фактической политикой, кулуарной, реальных решений. И на самом-то деле мы прошли очень серьезный путь, грубо говоря, от одеял господина Обамы, которые были у нас в 2014 году, до разрешения Соединенных Штатов бить по территории РФ Хаймерсен. То есть на самом деле путь сложный, путь тернистый, но проактивная роль в этом пути исключительно на украинцах, которые могут убеждать, могут показывать свою позицию и почему это надо делать. Поэтому мы сейчас и продолжаем свою оборону. Ну, понятное дело, понятное дело, рано или поздно все-таки будет стол переговоров, за которым будет сидеть агрессор. Но вопрос исключительно в том, с какими позициями будет заходить Украина. В наших интересах, чтобы эта позиция была мощной. Когда, после каких наших продвижений, после каких событий, которые произойдут, либо на фронте, либо не на фронте, можно переходить переговоры? Ну, танками же мы пойдем на Москву, да, из криво привешенный, криво прибитый трезуб над Кремлем – это образ. Никто не будет его прибивать, да. Где этот момент? Ну, вполне очевидно, что вот начало нашего мирного трека касательно глобального саммита мира – это один из этапов достижения вот этого момента. Плюс, конечно же, разрешение использования иностранного оружия на территории Российской Федерации по военным целям. Подчеркиваю, нас интересуют исключительно российские ВПК и российские оккупационные силы, по которым необходимо наносить удары. Ну, и, конечно же, вопрос дипломатии. Крайне важный, то есть, с точки зрения силы Украины, как раз, знаете, точка конверсии всех вот этих наших договоренностей, которые идут сейчас, вот эти договоренности о сотрудничестве в сфере безопасности, то, что уже 15 соглашений подписано, и на самом деле это прибавляет или прибавляет нашу копилку. Поэтому мы постепенно наращиваем сейчас, конечно же, в вопросе нашей позиции, но и, соответственно, и силы обороны Украины, на самом-то деле, они играют здесь ключевую роль, и мы должны понимать об этом, и возможность противостоять новому наступлению со стороны российской армии. Но в то же время, обратите внимание, даже на Харьковском направлении сейчас тактически уже идут контрнаступления. То есть, ну, определенно застопорился момент новой атаки Российской Федерации. А если мы будем выходить на переговоры? Ну, точнее так, не если, а когда? Когда мы будем выходить на переговоры? Существуют ли какие-либо условия перемирия, на которые стороны никогда не пойдут? Ну, вот, например, да, мы понимаем, что Россия, скорее всего, никогда не пойдет на условия принятия Украины в НАТО. Ну, очевидно, сейчас территориальные вопросы. То есть, по поводу Крыма, я уверен, что они будут отстаивать его 150%. Касаемо четырех украинских областей, которые они внесли несколько лет назад в свою Конституцию, тут, я думаю, можно будет очень и очень с ними торговаться. Ну, на самом деле, Россия-то, она и Крым, на самом деле, сейчас даже если анализировать их пропаганду, то они относятся к оккупированным территориям не так, как к своей же международно признанной территории. Даже в вопросах атак сил обороны Украины по определенным военным объектам. То есть, ну, фактически мы видим разные подходы сегодня российской пропаганды к этому. И это как раз такой, знаете, непрямой сигнал, что даже в вопросе Крыма россияне до сих пор не уверены. Крым их или не их? Эти вопросы, они сейчас поднимаются. Но если бы Россия хотела этого, исключительно этого, но, как мы понимаем, это лишь повод. На самом деле, они идут ровно настолько, насколько им дают возможность. Ну, соответственно, чем больше будет поддержка западных стран Украины, наших сил обороны, тем меньше возможностей у Российской Федерации будет отстаивать позиции, так как они это сейчас на себя ведут. А какие точки являются неприемлемыми для Украины? Ну, вполне очевидно, что мы точно не будем соглашаться ни на какие территориальные услуги. Потому что это вопрос Конституции, и передавать территории, и под это никто точно подписываться не будет. Также вопрос о, например, внеблоковом нашем состоянии и статусе. Тоже же вопрос исключительно в том, а как мы будем гарантировать себе безопасность? Если мы создадим ту матрицу безопасности, которая фактически нам заменит в зонтик пятой статьи Вашингтонского договора, то с точки зрения тактики, возможно, на самом деле, ставить эти вопросы на столб переговоров. Но опять-таки, опять-таки, в этом ли ключ сегодня в претензии Российской Федерации? Учитывая на их реакцию после вступления от Швеции и Финляндии в Альянс, когда они говорят, ну, это другое. Такой вопрос, а нет ли у Российской Федерации каких-то других целуарных требований к нашей стране? Поэтому здесь нужно разбираться, конечно, но вполне очевидно, что любое, любое, маломайское, хоть как переговорное вот это окно, оно может происходить исключительно и в рамках международного права. Российская Федерация, у нее другой подход, она хочет договорничок. Поговорный договорничок. Вот в разнице этих принципов сегодня и есть камень претензия. И мы должны об этом понимать. Собственно, украинская формула мира, представленная президентом Зеленским еще в ноябре 2022 года, она и показала, собственно, наши задачи, наши цели и наше желание восстановления миропорядка. Но, с другой стороны, понятно, что мы не живем на необитаемом острове. И если мы будем говорить о переговорах, то каждой из сторон придется ей какими-то моментами все-таки пренебречь. Но, понятное дело, что ключевыми пунктами Украина точно пренебрегать не будет. Хорошо. Теперь самый интересный вопрос. Что для Запада в этом переговорном процессе является неприемлемым? Но Западу интересно, с одной стороны, максимально ослабить ТРФ в этом конфликте, чтобы это был пример другим государствам, которые захотят идти политикой реваншизма. Ну и, с другой стороны, ослабить, очевидно, партнерок Китая. Потому что есть же разные мнения, как будет развиваться отношение в рамках двуполярного мира. Поэтому и статус России здесь тоже под большим-большим вопросом. Чью степень будут работать? И Запад, начиная с 90-х годов, мы видели постоянное желание уберечь Россию от этого союза с Китаем. Ну, как мы видим, сейчас Китай как раз, ввиду недостаточных усилий Запада по поддержке Украины и давления на Российскую Федерацию, использует расширенные временные возможности для того, чтобы как раз получить ресурсы Российской Федерации. Если на самом деле, ну вот хорошо, окей, да, в общих словах это так, и устремления Запада понятны. Но если для Запада неприемлемые пункты переговоров, ну, например, не знаю, там, Россия требует отойти с странам НАТО на границе 97-го года, или что-нибудь вот подобное, да. Понятное дело, что еще в 2022 году это требование России было для Запада неприемлемым. Есть ли еще какие-то требования? Ну, опять-таки, вот слова Российской Федерации о всеобъемлющей зоне безопасности, например, единой и неделимой зоне безопасности, например, Евразии. Это можно рассматривать с точки зрения сотрудничества и с точки зрения противостояния, потому что НАТО не хочет получать себе инструментарий, который будет ограничивать, скажем так, рост оборонительного потенциала блока. То есть мы видим постепенно с 90-х годов НАТО чуть ли не в два раза расширилось, даже больше, по количеству стран, и, соответственно, ну, опять-таки, это остается оборонным блоком. Но Российская Федерация это рассматривает с точки зрения возможной будущей агрессии против себя. И в этом концептуальном недопонимании сегодня в том числе лежит суть определенных действий Российской Федерации. Но это не означает, что НАТО должно идти на прямые уступки РФ, ключи на, грубо говоря, вето на определенные решения внутри Альянса. Я подчеркиваю, внутри Альянса. На самом деле война в Украине, она дает возможность как раз таких перезагрузок. Если мы будем говорить о остановке войны России против Украины, параллельно с этим могут достигнуты быть и другие как раз вопросы, которые я сейчас назову. Хорошо. По вашим подсчетам, по вашим ощущениям, сколько Россия еще способна вести войну такой же интенсивности, как сейчас? Потому что многие говорят разное. От 2025 до 2030 года. Учитывая то, что сейчас Россия ищет все новые способы поставок иностранного вооружения, и мы сейчас видим, ну, фактически чуть ли не давление на Китай. Возможно, где-то Китай даже и прогнулся, исходя из данных тоже Великобритании, где уже там говорят, что или Китай планирует, или уже поставил летальное вооружение. Но, тем не менее, это все-таки путь давления со стороны Москвы. И, понятное дело, что сейчас Россия будет делать давление на развитие военно-технического сотрудничества для того, чтобы привлекать все больше иностранного вооружения. Соответственно, это говорит о фактическом потолке возможностей ихнего ВПК. Плюс мы понимаем, что Путин все-таки боится оглашать мобилизацию, новую волну мобилизации. Ну, помним, что формально его указ о мобилизации продолжает действовать. Но, тем не менее, уже там наемников со стран Африки привлекать, еще какие-то мобилизации. То есть ищут разные способы, чтобы не проводить эту мобилизацию. Поэтому это как раз показывает, что граница возможностей, она уже где-то сейчас находится. Хотя, опять-таки, напомню, разведки говорят, ну, еще где-то два года такой интенсивности войны у России есть возможность. Ну, опять-таки, все основывается на документах. А как мы видели в коррупционной составляющей Министерства обороны, то, что часто в России прописано в документах, не отвечает действительность. Поэтому тут можно даже вводить определенный понижающий коэффициент. Да, есть такое, наблюдали неоднократно своими глазами. И по ТТХ российских вооружений в том числе, да, где написано, что мы сбиваем на 300 километров, дай бог, чтобы было 150. Кстати, по поводу посадок. По вашему мнению, посадки генералов, причем не генералов из Минобороны, а именно генералов из Генштаба России, способны ли привести оккупационные войска к какой-то более эффективной для нас, к сожалению, матрице ведения войны? Мы должны, в общем, понимать, что россияне учатся. И они все равно, они применяют все более оптимизированные пути ведения войны против нас. Это действительно происходит, и нужно говорить это объективно. Но касательно посадок генералов, конечно же, новые лица на должностях, они захотят показать результат. Поэтому в определенный момент, тактически, да, возможны новые ходы. Но с точки зрения уже стратегии, я не вижу здесь на самом деле каких-то возможностей для изменения. Просто те же самые, ну понимаете, нюанс в чем? Они убирают кураторов схем, но меняют просто кураторов схем. Схем это остается, да. Да, я просто об этом и говорю, что все равно усилия, которые будут идти непосредственно на войну, ну это хорошо для нас на самом деле, все равно будут идти на втором плане, нежели та коррупционная составляющая, которая есть сегодня и в российской оборонке, ну и в общем в бюрократическом операции. У Белоусова, у него же сейчас они раскручивают его новое амплуа, его новую пиар-роль, новая строка в его пиар-паспорте, это честный правдорубец, да, вот он правдорубец, он, когда ошибаться можно, а врать нельзя, они сейчас все вот это вот раскручивают с превеликим удовольствием. Но, если он придет к Путину и расскажет, как на самом деле обстоят дела в армии Российской Федерации, расскажет о потерях, расскажет о том, что наступают на гольф-карах не потому, что любят гольф, а потому, что наступать больше не на чем, расскажет о стволах, о недостатке бронетехники, о невозможности российской военной промышленности потери хотя бы восстанавливать и так далее и тому подобное. Возможен ли, в принципе, такой вариант, если Белоусов и правда-правдорубец? Понимаете, ситуация какая? Ну, что ему тогда Путин скажет? Давай пути для исправления этой ситуации. Сможут ли Белоусы исправить эту ситуацию? Ну, вот объективно. Понятное дело, систему он не поменяет. Соответственно, второй разговор с Путиным на эту же тему будет происходить, ну, там, утрируя, вот тебе пистолет Макарова, вот тебе патрон. Как это делается в Российской Федерации? Поэтому в России принято замалчивать проблемы, потому что это жизненно важно непосредственно для тех людей, которые оперируют ту или иную тему. Поэтому будем смотреть, конечно же. Ну, опять-таки, вспомните, когда назначали Суровикина, к примеру, главой СВО, вот, и как потом его макали, просто макали. Вначале его боготворили, а потом, ну, фактически, подменяли им землю, подменяли тряпку и так далее. Ну, и мы видели всю эту ситуацию. А, ну, с Белусом и будет схожая ситуация. Плюс, опять-таки, тут же есть конкуренция. То, что Шойгу убрали сейчас, соответственно, в Совет Безопасности Российской Федерации, это не означает, что у Шойгу нет желания еще хоть чуть-чуть побороться сегодня за влияние непосредственно в Минобороны. Это означает, что он будет просто подставлять одну, вторую, третью свинью новому руководителю Минагрессии Российской Федерации. И уже пошла же вот эта вот пока что пиар-борьба, да? А ФСБ выкладывает, как это, инсайды о том, как Тимур Иванов собирался отстреливаться и просил у окружающих его спецназовцев парабеллум. А в ответочку идут рассказы, факты о наличии у Белоусова и вилл, и жен миллионщиц, и любовниц, и сынов в подрядах. Ну, короче, вот, все, эта борьба уже началась. Вы понимаете, уже и Навальный не нужен, который умер, к сожалению, знаем при каких обстоятельствах. То есть они сами себе создают сейчас оппозицию. Я не кидаю те материалы, которые фактически делают тень на весь режим Путина, на весь проект Путина, Путин 5.0. Теперь все будут знать, что он начался с коррупционной борьбы разных кланов, которые теперь уже не имеют стопорей и теперь просто воюют, что есть сил. Наличие этой борьбы для нас – это в любом случае плюс. Но насколько борьба этих кланов может ослабить путинский режим? Может ослабить с той точки зрения, что Путин, ну, в общем, он может прийти к мнению, когда несколько фронтов, ну, не с точки зрения там открытых, где он воюет с другими странами, а с точки зрения там возможного удара в спину, дворцового переворота. Он же делает все, чтобы не допустить соответствующей конфигурации. Поэтому он будет искать возможности, как ослабить в общем те риски, которые есть. Когда он поймет, что, например, та же агрессия против Украины начинает использоваться там одним из кланов уже непосредственно против Путина, Путин может поменять мнение. Все равно, то есть не нужно думать, что Путин до конца и жил из ума. Ну, хотя мы понимаем там, этот человек, который напал на Украину, имеет маниакальные определенные повадки, но, знаете, определенный фактор самосохранения и рефлекс самосохранения должен оставаться. И у него, соответственно, та же система. Даже вот сейчас, вы посмотрите, как была перетасована вся конфигурация власти, она в том числе направлена на то, чтобы не убрать Путина как именно главу в Кремле. Коллективный Путин, понятно, он там дальше остается, но Путин как личность пытается балансировать во всем этом болоте для того, чтобы Путина не утонуть. Но, опять-таки, если в начале срока происходит то, что уже сейчас происходит, то представьте себе, что будет через полгода, что будет через 9 месяцев. Поэтому это будут очень непростые 6 лет. Да, это для кого начало срока, а для кого продолжение бесконечного более чем 20-летного сидения. Поэтому говорить о том, что это начало его нового срока, это такое де юре. Да, де юре – это начало нового срока. А де-факто все то же самое. Или же Путину все-таки придется поменять систему власти для того, чтобы вести холодную войну и для того, чтобы вступать в новую гонку вооружений с Западом. Ну, мы понимаем, что он постоянно подменяет как раз свои внутренние проблемы. Внешние повестки – это и война против Украины, это состязание с Западом, это и, ну, по факту присяга Китаю, то, что мы увидели. Но, опять-таки, все развивается в динамике. И постоянно все скидывать на внешку, ну, не всегда получается. Ну, вот даже если возьмем там примеры других стран, например, Турция та же с Эрдоганом и экономические проблемы, которые есть. Возьмем Венгрию с Орбаном, который тоже за счет внешки пытается полностью затуманить разум своего населения. Ну, опять-таки, антикоррупционная тема, ну, вылезла, что вылезла. А у Путина, ну, мы понимаем, государство с самыми мощными ресурсами с точки зрения там полезных ископаемых сейчас. Ну, понятно, что там играют большие деньги и большие влияния. И, соответственно, в тот момент, когда все-таки большинство стейкхолдеров этой системы поймут, что Путин для них опасен, они его будут смещать. И обратите внимание, насколько Путин сейчас крайне, ну, скажем так, возможно, и недальновидно, но делает все, чтобы не определить своего преемника. То есть проект-преемник в публичной плоскости так и не запущен. А наоборот, Путин делает все, чтобы и близко эта тема не звучала. Это говорит как раз о его страхах, страхах и за собственную жизнь, и, очевидно, и те перетасовки, которые идут за счет его же дочери, Типановой и так далее. Это же показывает, что он пытается сохранить контроль непосредственно своей семьи над процессами. Ну, у него нет наследника в семье. Ну, по-приори нет. Ну, поэтому сейчас его дочь как такой серый кардинал, который в этих процессах. Ну, понятное дело, что это многим не нравится. И это ощущается. Но в ситуации, когда Путин же создал эту картинку, якобы весь мир против России, понятное дело, что это повод для усиления авторитаризма. И кто бы не выступал против или Владимира Владимировича, или Владимира Васильевича, кто там вместо него. Но имеется в виду, что все равно эти риски сегодня даже для людей, которые оппонируют Путину, они ощутимы. И поэтому Путин этим пользуется. Путин пользуется этим страхом, который есть. И пытается продлить непосредственно время реального своего контроля в Кремле. Вернемся к нашим западным партнерам. Часто звучит фраза о том, что судьба Украины – это судьба цивилизованного мира. Что это значит? Что бы вы вложили в эту фразу? Мне очень не нравится, когда нашу страну рассматривают как некое продолжение проекта Южной Кореи. То есть, когда есть определенная выставка, когда витрина. Вот видите, есть Северная Корея, полностью диктаторский режим, где полностью нарушают права человека. Ну, все-все-все мы знаем, что Северная Корея. А вот есть Южная Корея, которая семимильными путями усиливает свою экономическую силу и потенциал, и насколько там люди живут. То есть, идет сравнение практически двух режимов. И в данном случае просто Запад, очевидно, видит в Украине, ну, я бы не сказал там, что именно антироссию, вот, но как возможность сегодня для самих русских увидеть, как оно может быть, если не будет кремлевского режима. Поэтому, ну, собственно, мы тогда и видели противодействие именно путинского режима тем демократическим преобразованием, которые были в Украине, и русле двух революций, и, ну, очевидно, и начало полномасштабного вторжения, в том числе, было продиктовано. Сейчас же, вот как в Грузии, там, премьер-министр рассказывает местной оппозиции, что хотите украинизации, что посмотрите, как у них там разрушают все. Ну, это что, Украину разрушает? Да, да, да. Или, Украина, кстати, и если бы Украина не проводила этих демократических преобразований и не показывала реальные результаты, ну, поверьте, западные страны не помогали бы нашей стране так, как это происходит сейчас. Поэтому, на самом деле, ну, вот, если говорить о самом Западе, для них крайне важно показать success story в Украине, поскольку это покажет жизнеспособность в общем западного мира, поскольку есть вопросы в европейских странах, мы видим, есть определенная стагнация, она происходит, стагнация происходит и внутри американского общества, поэтому им необходимо, ну, в том числе, определенный пример показать, как можно, как оно работает, и, ну, в том числе, это, кстати, так и закрываются и внутренние проблемы, вот, ну, опять-таки, понятное дело, что Украина это слишком лакомый кусок как и для Запада, так и для Российской Федерации, и есть понимание, что победителем будет тот, с кем будет Украина. Украина имеет свои абсолютно четкие интересы при завершении этой войны. В то же время, насколько Запад готов сейчас идти, вот, по состоянию именно на лето 2024 года, идти до победы, а не быстренько подписать хоть какой-то договор мирный и быстренько прекратить на любых условиях войну. Для Запада война – это время политической нестабильности, да, но, тем не менее, насколько Запад готов сейчас идти до победного конца? Ну, мы видим определенную трансформацию в разных странах, все-таки отказ от вот этой политики поддерживать столько, сколько понадобится, все-таки конструкции до победы Украины. Но именно Украина должна решать, какой должна быть эта победа. То есть эти посылы, они идут и из Соединенных Штатов, и от наших друзей, там, и стран Балтии, и других стран. Но это как раз говорит о том, что за Украиной оставляют проактивную роль в вопросе дальнейших переговоров. И это, кстати, крайне не нравится Путину, который делает все, чтобы сделать большой договор с Западом и решить за Украину без Украины. И в этом-то сейчас в том числе такая линия разлома, которую мы видим. И слава Богу, пока это не удается Российской Федерации, даже с привлечением такого сюзерена, как Китата. Поэтому я думаю, что сейчас, ну и в том числе с точки зрения предоставления иностранного вооружения для ударов по российским военным объектам на их территории, в вопросе иностранных объектов для обучения наших военнослужащих, в вопросе той же авиационной компоненты передачи Ф-16. Мы сейчас видим, что в основном-то Запад уже по инерции набирает сейчас и увеличивает подпиток в поддержку Украины. Россия но фактически она не смогла использовать на полную ту возможность временного провала, когда у Украины действительно ситуация была неизлучшей. Сейчас мы понимаем, что наоборот мы есть все ресурсы для усиления позиции нашего государства. Утрам порезко поменялась риторика от категорического «Я помирю за 24 часа» до, не знаю правда или нет, но процитированного заявления о том, чтобы если бы при нем Россия напала на Украину, он бы уже бомбил Москву и Пекин. Понятное дело, что все это бла-бла-бла, как мы понимаем, извините, трамписты, но что нам обещает эта риторика? Это просто умопомрачительная риторика с той точки зрения, что Трамп говорил ровно то, что хотят слышать его доноры, его спонсоры. Соответственно, мы понимаем, что ядро республиканской партии, мы не говорим сейчас только о ниши трампистов, а в общем ядро республиканской партии, продолжает оставаться с Украиной и продолжает поддерживать наше государство в вопросе как раз подпора российской агрессии. Поэтому это, кстати, как раз и показывает, что трек, когда, даже не когда, а если Трамп победит, что он точно пойдет путем сдачи Украины и делать то, что хочет Путин. Нет, Трамп просто такой человек по составу и по характеру своему, что если Путин не пойдет на то предложение, которое в себе сформулирует Трамп, я думаю, что он его не сформулировал, и оно будет сформулировано после создания своей команды, которая находится на этапе формирования. Если Путин на это не пойдет, Трамп может действовать диаметрально противоположно. То есть мы понимаем его поведение, которое довольно импульсивное, и мы это видели во время его первой каденции. Но, конечно же, его президентство все равно несет риски, несет, потому что хотя бы мы от Байдена знаем, чего ожидать. Точно знаем, мы понимаем политику, мы понимаем, где может быть торможение в вопросе помощи, понимаем, где наоборот Байден может ускорить. В вопросе Трампа остается поле неопределенности. Но, с другой стороны, это риск как для Украины, так и для Российской Федерации. И в этом тоже проблема непосредственно для кремлевского режима. Ну, что ж, будем надеяться, что вот этот, как вы, я бы его назвал коллективный Рейган, да, который образовался в республиканской партии, что он даже в случае прихода... Кстати, обращу ваше внимание, не просто штаг Никки Гейли поменяла свое мнение, а призвала поддержать Трампа. То есть, внутри, в том числе, происходит ряд переговоров. Я думаю, они касаются не только должности, а в том числе и будущей политики Белого дома, администрации Трампа, если он победит. Да, 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 совершенно верно. У Никки Гейли, у нее же карьера только начинается на самом деле. Она находится на самом старте, и для нее испортить свою карьеру какими-то ценностными отходами от тех, кто за нее искренне абсолютно голосовал, а при условии, что если бы выставили ее, а не Трампа, то ее результат был бы намного выше, чем у Байдена. То есть, людей, которые поддерживают такие ценности, в Соединенных Штатах достаточное количество. И вот придать их чаяния Ники Гейли себе позволить не может. Поэтому будем надеяться, что вот этот коллективный Трамп, он даже в случае прихода Трампа в Белый дом, коллективный Рейган, я имею в виду, он сможет Трампа удержать от каких-то опрометчивых шагов навстречу в объятия Путина. Где-то будет плакать одна мэр Джерри Тейлор Грин, которая рассчитывала на апокалипсис на Земле, будем так говорить. Да, да, да. Есть все-таки понимание, что, ну, скажем так, американская элита, будь то демократы, либо республиканцы, они все равно выстраивают, насколько могут, центрическую линию, хотя бы в вопросе внешней политики. Во внутренней, конечно же, там шатания идут очень серьезные, вот, но в вопросе внешней политики, конечно, «America is great again». Да, «Make America first and great again», да. Спасибо огромное, до встречи, береги тебя. До встречи.